Когда вертолет работает, к нему подходить и отходить только нужно с передней части, вот туда, в сторону хвоста, вообще нельзя двигаться. Важные уроки от пилота перед вылетом. Александр Молчанов 30 лет в гражданской авиации. Отлично знает своих птичек секреты управления и настроение неба. Свои места работы он может перечислять долго. Их много. Неизменно одно – любовь к небу. На вертолете К-26 и здесь тоже на К-26. Все, а потом ушел на пенсию. Частным пилотом здесь работаю. Но с авиацией не порвали. Нет. Ну как-то сразу не порвешь. Это на всю жизнь. Ну, наверное. Устройство панели управления кажется сложным. Но для нашего героя это просто композиция, которую он играет словно по нотам. Начинаем его прогревать. Тут желтые лампочки горели на приборной доске. Вот это расскажу. Это вариометр, это авиагоризонт, это образатель скорости. А вот, собственно, то, что манит летчиков в небо. Вид родной земли, живописные горизонты и чувство свободы, которое передается и пассажирам. Это лучшая работа на свете. И у летчиков, и у журналистов. Красоту, романтику и вызов ценят в работе коллегии руководства Александра Ивановича. Руководитель Центрального аэроклуба ДСААФ Артур Арсланов обожает полеты над Башкортостаном, когда можно сполна насладиться степями, горными склонами и лесами родной республики. В прежние годы, по крайней мере, это была кузница молодых летных специалистов, ну, разной направленности, в частности, пилотов. Сейчас у нас немножко это дело приторможено, но, тем не менее, очень многие специалисты отсюда вышли. Здесь, в аэроклубе, есть и самолеты, и вертолеты. Однако, чтобы управлять ими, нужно пройти довольно длинный путь. Это специалисты своего дела. Любой человек, который приходит в авиацию, он получает соответствующее свидетельство. Ну, во-первых, это медкомиссия, здоровье. Далее, это кропотливая учеба, получение свидетельства, ну, дали полеты. И инженеры, и пилоты прошли школу жизни авиаторов по строгим правилам. Их объединяет профессионализм высочайшего уровня, любовь к делу и, конечно, особый дух товарищества летчиков. Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днём гражданской авиации, знаменательным днём, всем развития, хороших полетов, хорошего дня. Зульфия Сойургулова, Рустам Лакманов, ВСЯУФА.